Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Власть Алиева в руках Армении. Что захватила армянская армия? То, что произошло на границе Тавуша, на деле может разрешить вопрос власти в Азербайджане. Подразделения армянской армии в ответ на азербайджанскую провокацию захватили не только высоту, угрожавшую армянским селам. Армянские силы освободили высоту, которая на деле обеспечивает превосходство Армении над Азербайджаном на обширной территории, по которой проходят дороги и важные энергетические инфраструктуры. В то же время это дает ощутимое преимущество по всей протяженности границы Армении и Азербайджана, в том числе на Арцахском отрезке. На деле в балансе с северными границами Арцаха создается возможность для глубинного тылового удара на северо-восточной границе Армении, что может дать возможность объединить северо-восток Армении и север Арцаха. А между ними находится оккупированный Азербайджаном Шаумянский район и Гиташен, или армянское царство в тылу солдата, как сказал бы Владимир Арутюнян. Таким образом, карательным ударом армянская армия захватила и власть Алиева, выстроенную на праве на войну. Митинг в Баку в поддержку армии и патриотизма, тому свидетельство. Это не просто символический акт, организованный бакинской властью, тем более, неясно какой из ветвей власти. Это акт самообороны, которым Алиев пытается предотвратить неблагоприятное развитие событий, чреватое для него утерей власти. В то же время, даже в таком формате не удалось удержать страсти, и они вылились в протесты против власти, что и заставило их разогнать митинг. Либо одна ветвь власти разогнала митинг, организованный другой ветвью. То, что армянская армия до факта взяла в руки власть в Баку, говорит о том, что до разрешения этого вопроса Азербайджан может быть непрогнозируемым. Поскольку непосредственные бенефициары азербайджанской власти не могут остаться безучастными, не Турция, не Россия, не Иран, не Израиль. Кстати, у Армении в этом вопросе два явных союзника – Россия и Иран, с которыми открывается пространное поле для сотрудничества. Более того, Ереван в последнее время наладил отношения и с Израилем. В этом плане примечательна недавняя беседа замминистра ИД Армении с главой департамента МИД Швейцарии, которая является посредником в армяно-турецких отношениях и не только. Рассматривалась ли эта тема за несколько дней до Тавушского инцидента? Дело в том, что, несмотря на категоричную поддержку Анкары властям Азербайджана, она не может не считаться с тем, что власть эта находится в руках Армении. А забрать ее для Анкары непростая задача, учитывая, что в пребывании этой власти в руках армян заинтересованы два полюса нового миропорядка – США и Китай. Пару дней назад послы этих стран были гостями министра обороны Армении. Алиев более прозападный, чем Пашинян. Россия поддержит Армению в случае войны. Нужно ли российской армии защищать Армению в войне с Азербайджаном? Статья с подобным заголовком была опубликована на сайте российской газеты «Взгляд». В статье упоминается, что многие страны уже высказали свое мнение об эскалации на армяно-азербайджанской границе, Украина выступила со стороны Азербайджана, что неудивительно, учитывая их ожидания от Азербайджана в крымско-донбасском вопросе. Источник сайта в армянских дипломатических кругах отметил, что Эрдоган спровоцировал Баку на военную провокацию, и Ильхам Алиев решил обратить гнев население на армян, отвлечь внимание от усугубляемой карантином нищеты и от клановой борьбы. Дипломат также призвал ОДКБ осудить агрессию Азербайджана. Эксперты отмечают, что в конфликте может участвовать не только Турция, но и Россия. И парадокс заключается в том, что отношения Москвы с Ереваном сейчас довольно заморожены, поскольку после революции Никол Пашинян избрал прозападный курс, якобы инициируя дела против генерального секретаря ОДКБ. Роберта Кочаряна, который близок с Владимиром Путиным, а отношения между Путиным и Ильхамом Алиевым, напротив, довольно теплые. Некоторые аналитики спрашивают, должна ли Москва поддерживать Ереван. По словам эксперта Константина Сивкова, Россия поддержит Армению в случае войны, и даже если Пашинян прозападный, то Алиев в еще большей степени. По словам Сивкова, азербайджанская армия и экономика превосходят армянскую, но оперативно-тактическая и оперативно-техническая готовность армянской армии выше. Цукцванг для Алиева станет только хуже. Решится ли Алиев на широкомасштабную войну или нет? Оба пути несут в себе экзистенциональные риски для его власти, считает политолог Тигран Абрамян. В Азербайджане только под утро разогнали митинг, участники которого вторглись в здание парламента. Как сообщается, в начале митинга люди требовали отставки президента Ильхама Алиева и министра обороны. Говорили, что устали от войн, но потом требование протестующих изменилось. Они стали выкрикивать лозунги в поддержку азербайджанской армии. Правоохранительные органы применили силу для разгона митинга. Что происходит в Азербайджане, где власть после распада СССР менялась только в результате военных переворотов. Причем, перевороты эти случались после поражений на фронте и территориальных потерь. Отец нынешнего президента Гейдар Алиев тоже пришел к власти в 1993 году в результате переворота, но хотя и он допустил территориальные потери, ему удалось выстроить вертикаль власти и даже передать ее сыну в 2003 году. Теперь над Азербайджаном вновь замаячил призрак территориальных потери переворота и митинги в Баку – это только первые ласточки. За эти дни, пока в Тавуши шли бои, не видно было ни Алиева, ни министров обороны и иностранных дел. Люди требуют, чтобы им ответили на насущные вопросы, и главный из них, если все эти годы правительство отнимало у граждан, чтобы сохранить территориальную целостность, то куда делись средства? Несколько дней назад, когда в МИД Азербайджана нагрянуло СЭК и арестовало друга Мамедьярова. Руководитель азербайджанской демпартии Сардар Джалалоглу в интервью Рикси Тиви заявил, что Мамедьяров завербован армянами. Джалаглу приводит слова бывшего посла, который сказал, что такое имущество невозможно приобрести путем коррупции, и обвинил Мамедьярова в продаже национальных интересов страны. За все 20 лет его работы главой МИД мы ни на шаг не продвинулись в вопросе Карабаха, все встречи проиграли, все дипломатические контакты потеряны, говорит он. Начальника финансового отдела МИД Ламию Джанахмедову, которую задержали в результате операции СЭК, тоже обвиняют в армянском происхождении. Многие послы и сотрудники, в отличие от их министра короля, живут как нищие. Они звонят главе департамента финансов Лама Ханум, которая на 50% является армянкой, и просят ее выделить деньги на содержание здания посольства и так далее то, что в воюющей с Арменией стране самым близким человеком министра является армянка. Отдельная тема. Несмотря на агрессивную пропаганду, народ в Азербайджане не разучился задавать вопросы. И Алиев сейчас обеспокоен тем, что история переворота в стране может перевернуть и его страницу. Держитесь, братья. Бывшие и нынешние члены Европарламента выразили свою поддержку Армении, осуждая агрессию Азербайджана. Бывший член Европейского парламента Элени Тяхарус и действующий Мартин Занеборн написали в твиттере об агрессии, развязанной Азербайджаном в направлении Тавуша в последние несколько дней и осудили действия Азербайджана. Азербайджанские силы ведут огонь по позициям в Тавуша с 12 июля. Держитесь, братья, написала бывший кипрский депутат Элени Тяхарус. Депутат парламента Германии Мартин Занеборн поделился постом бывшего спикера Национального собрания Арцаха Шота Гулина на своей странице в твиттере и написал, Азербайджан снова стреляет. А политики ХДС, ССС, немецкий политический блок, Прим, РЭД, берут взятки у этого мертвого режима. Какой позор! В Азербайджане заведено уголовное дело против требовавших напасть на Арцах провокаторов. В связи с ночными событиями вокруг Мили Меджлиса начато уголовное дело, говорится в совместном сообщении МВД и Генеральной прокуратуры Азербайджана. В пресс-релизе сказано, что в ходе акции в поддержку армии группа провокаторов грубо нарушила общественный порядок, применила силу и оказала сопротивление сотрудникам полиции. В результате несколько полицейских получили различные травмы, были повреждены служебные автомобили. По этой причине были приняты меры для пресечения нарушения общественного порядка. По факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия, сказано в пресс-релизе. В сообщении не сказано, сколько человек задержаны и по каким статьям УК ведется следствие, сколько сотрудников полиции пострадали. В то же время правоохранительные органы напоминают, что проведение массовых собраний в городах и районах в период борьбы с пандемией COVID-19 может привести к тяжелым последствиям. Призываем граждан соблюдать спокойствие, чтить память наших шахидов с учетом требований действующих карантинных правил, говорится в заключении пресс-релиза. Напомним, что в ходе акции в поддержку армии, группа лиц после критики руководства Минобороны ворвалась в здание парламента, требуя объявления всеобщей мобилизации. Полиция, применив силу, вытеснила протестующих из здания, а потом, используя водометы, разогнала акцию перед парламентом.